Могла бы. Вот там написано, стоянка запрещена. Да, стоянка запрещена, а тем не менее стоит. Вот, ну что-то бы могли сделать. Ни трава, ни комары, а машина. Главная проблема – двора по улице Молодежная, 12. Технику давно превратили в свалку. Как-то уже навалили разок полную машину, потом убрали, мы же убирали. Ну а сейчас кто-то, не знаю, кому-то или лень дойти до мусорки, потихоньку сваливают. Это помойка, помойка на дворе. И что мы не делали, куда не обращались, и в администрацию писали, и в потребнадзор, и в санпидстанцию. И ничего, абсолютно. Он говорит, имею право, тут ее стоять. Да, а он говорит, что имеет право. Как рассказывают местные, такой памятник стоит здесь уже 5, а то может быть и 10 лет. В то же самой Москве существует постановление, по которому такие брошенные машины убирают. Достаточно, чтобы у них не было капота, двери, стекол, крыши багажника. Все это на месте. Да и не Москва здесь. Такие ведра, к сожалению, могут стоять вечно. Так как в краевом законе об административной ответственности говорится только о парковке сельскохозяйственных самоходных средств и тракторов на прилегающих территориях. Вопрос легковых авто вообще не затронут. И каждый случай властям приходится разбирать с ГИБДД. Если есть обращение гражданина, например, либо организации, что есть брошенный автомобиль, еще раз говорю, выезжаем на место, уже смотрим. Если правовых оснований для эвакуации нет, то нет полномочий просто взять и эвакуировать автомобиль. А причин для эвакуации немного. Нарушение ПДД. Когда такое авто мешает проезду или вывозу мусора. По-другому не выйдет. Чужое все-таки. Собственность гражданина защищена законом. Поэтому просто переставить, передвинуть, убрать ее вы не имеете права. Если, повторюсь же, данное транспортное средство не стоит с нарушением праводорожного движения, не мешает проезду, в этом случае мы ничего сделать не можем. Так получается, искать владельца и договариваться нужно самому? Возможно. Но и это не всегда помогает, говорят эксперты. Хозяин брошенной машины не всегда нарушитель. Например, владелец погиб или на машину наложено ограничение. На нее ограничение на 100 тысяч наложили. Все, ее нецелесообразно забирать, потому что она стоит 15, а ограничение 100 тысяч. Андрей Коныгин много лет продает автомобили. Говорит, если владелец захочет избавиться от своей брошенки, то получить выгоду можно даже из самых запущенных вариантов. Его можно разобрать на запчасти и продать кому-то, выручив с этого некоторую сумму денег. По крайней мере, это будет лучше, чем просто стоять и без дела ржаветь. Автомобиль, безусловно, имеет право на жизнь. Тут определенные вложения нужны, очень большие, я бы сказал. Ну, я бы оценил ее 1020 в этом пределе. И пока возмущенные соседством с такими гробами на колесах идут к юристам, а те рассуждают, как можно было бы рассматривать статью краевого закона. Возможно применить данный пункт, я считаю, к транспортным средствам, которые хоть и припаркованы без нарушения ПДД, но припаркованы на территории озеленения, либо детских площадок, то есть которые напрямую нарушают вопрос благоустройства. Для этой съемки мы нашли три брошенных авто на улицах и дворах. Но по Барнаулу таких машин огромное множество. Жители надеются, что в будущем закон скорректируют, а автогробы уберут. И они больше не будут свалками или неофициальными мемориалами автомобилестроению. Никита Ермаков, Илья Халяпин, Николай Шилко. День с толком.